здравствуйте уважаемые пчеловоды приветствую вас на youtube канале магазин аули сегодня 9 марта 6 утра вы уже выехали в харькове и мы едем беларусь на выставку ярмарку инвентаря и оборудования для пчеловодов ну вот наконец мы и добрались до города солигорск выставка уже началась сейчас 10 утра по белорусскому времени что хотелось бы сказать по поводу выставки чем она отличается от наших украинских выставок первое это тем что здесь нужно проходить обязательную регистрацию мы за списывались с организаторами заранее написали письмо и мы были в списках так как мы гости из украины мы заплатили всего лишь по 15 белорусских рублей чтобы понять сколько за вход чтобы понять сколько это в гривнах умножайте на 13 с половиной то есть вход на выставку платы такого в украине нет ну что же пройдем дальше посмотрим на товары которые представлены сразу в холле представленными догонки лысонь в принципе все эти модели мы видели в украине когда они потом приезжали но здесь томаш не приехал здесь его представители интернет-магазин по-моему насколько помню какой-то мы пойдемте посмотрим конечно в украине больше товара у них было сразу же хотелось бы сказать что цены в белоруссии не дешевые очень и дешевые то есть вы видите например можете сравнить с ценами украине например декристаллизатор до 990 гривен для участников спилки по нашему спилка да это у них сейчас вам скажу ну борник это их не ассоциация пчеловодов борник то есть скидка очень существенная но опять-таки по сравнению с нашими украинскими выставками очень очень мало продукции всего лишь вот этот зал и еще один маленький зал ну то есть где-то пятая часть того что было в харькове очень много кстати товаров с польши российских товаров украинских только одному мы представителя нашли еще было стол с надписью денис фадеев но он еще не доехал наверно и будет чуть позже пройдемся посмотрим давай лекарства лекарства практически все такие как у нас представлены в украине ну вот сравнение вот вилочка да почти 10 рублей до 10 рублей это почти 120 гривен украине стоит 30 35 до 40 гривен у нас стоит то есть можете сравнить маска пчеловода опять-таки да самая обычная прочитал 12 рублей 12 просто на 13 умножаем 140 140 гривен да у нас такая стоит около 70 гривен так что украинские пчеловоды цены у нас очень демократические ну здесь проходят какие-то регистрации пример улья получается насколько насколько я понимаю очень популярна беларуси это лежаки на 16 рамок это как бы один из основных их ульев которые они используют вот интересными догонки производства беларусь покажи штиблик она пришлось прерваться потому что нам сделали замечание организаторы что нельзя снимать выступ ну честно говорят у меня нет слов мы не собирались снимать контент который будет происходить на мероприятии да мы хотели поснимать просто оборудование ну да ладно посмотрим поспрашиваем производителей белорусских очень хотелось бы обратить внимание на отличный редуктор она металлический редуктор металлический алюминиевый стальной сталь а шестерни там червяк и и 6 так вот двухрамочный поворот на для сравнения получается приблизительно 300 300 рублей да это на наши около около 4000 гривен нержавейка на подставке да кассетный поворот и крепление центральная ну очень неплохие не надо смотрите воскотовка воскотовка интересно посмотрим на качество а подскажите толщину металла на 5 0808 а зачем до готовится но принцип работы такой же не сколько стоит на 17 литров она да или больше на 17 вот столы давайте посмотрим ну спасибо недешево у вас если честно недешево у вас если честно нас встречает наши представители из украины кооператив павик со своей продукцией но не так немного поснимаем и думаю все знают электроножи гуслея его распечатающие станки сверлиные станки распечатающие станки скоро у нас появятся продажи надо скорее всего марте уже будет так 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 сейчас уже здесь очень мало народу потому что начались началась конференция вот мы пройдемся посмотрим представители улья топковский украина здравствуйте землякам ну вот вы видите улья какое качество давайте спросим скажите почему такого ли стоит 150 рублей это уже в сборе совсем полностью с рамками рамки сбитые с натянутой проволокой или просто сбитая рамка до 150 рублей приблизительно 2000 гривен качество очень хорошее спасибо отлично улей так здесь разные приспособления а это воскопресс воскопресс одна из модификаций и так далее ну вот у нас он материал по моему стали обычно а а а я в этом дальше так у это по Сотовый мёд, в принципе тоже не новинка для нас. Такие вот штучки, сразу контейнеры. В Украине тоже есть у нас такой типа панский сот. Название так. Продажа семян, препараты, дальше игрушки. Видите, зал небольшой. Пойдём дальше. Игрушки видно, сами шьют, где-то тут полосатые ткани, смотрите, жилетки такие интересные. Спросим. А сколько жилетка стоит? 20-25 рублей. Ага, 20 рублей, ну в принципе приемлемо. Так, ну календари, в принципе такая же продукция у нас. Вот хотелось бы показать сетки. Сетки, которые есть, у нас в Украине не такой большой выбор сеток. Сетки разных размеров. Ну компания просто... А, это как бы именно для пчеловодства, смотрите. А че интересно, это белорусы или нет? Российская Федерация. Представители из России. Ну очень хороший выбор сеток. Так, так, так. Вот такая вот, ну только не пойму суть, это разделительные решётки. А какая ширина ячейки? Это для спора прополиса. А, это для прополиса. А, это для прополиса. Всё. Ну я думаю, на разделительную как-то не похоже. И как... Это 4,2. 4,2, да? Ну а ну давай покажем, очень хорошо покрашено, то есть нету зазубрин. Вот, ну единственно вот этот момент мне не нравится, потому что вот тут можно повредиться. Но так вот очень-очень качественно. Ой, извините. Спасибо большое. Так. Ну, маска-пресад, здесь уже ушли ребята. А вот, хотелось бы показать рамочку, у нас таких рамочек нет. Вот уже, как рамочка для сотового мёда, уже с отверстиями. А не подскажите, сколько такая рамочка стоит? Не знаю, отошёл пока. А, отошёл, ну ладно. Да. Да, ясно. Спасибо. Кулья, Раевня, ИВС, Раевня интересная форма, у нас чуть-чуть не такая, но прикольно. Так, пойдем дальше. Это, по-видимому, мне кажется, как подставка, да, под дулей. Так, 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 ну, и вот интересная штучка. Можно его взять? Мы к вам уже приходили, купили один, да? Давайте нам для YouTube-канала теперь можно поснимать? Ага, это ваше. Для YouTube-канала дайте нам поснимать образец. На YouTube-канале у них три фильма пройдет. Не, нам для своего канала, мы покажем ваши... Ради Бога мне, что это, дай им, покажи, что это... Без этого, без картонка, ну, есть? Где-то уже спиздил. Там мы купили у вас без картонки. Ну, так не скупил, затем не мешал. Ну, машину отнес, показать надо для подписчиков. Так, да. Как правильно, Белка или Кузина все-таки? Распечатка Белка. Распечатка Белка. 35 рублей. Почти 500 дриви. Спасибо. Пожалуйста. Так. А? А, ну, тебе аж без планы. Да, ладно. Так. Ну, здесь лекарства. И некоторые, а, вот уже белорусы сделали такие, покажи, Андрей, такие испарители, как на Пимонде были. От веща пропадает. Да. Походу, можно и человеку зальбировать. Какой-то снимет. Какой-то снимет. Какой-то снимет. Если бы не поставить, чтобы все сразу упадут на колени, и не будут, так говорится, по другу лови надо закладывать. Чем большей, чем большей, чем большей, чем большей. Входи. 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 Снимаешься? Это, то есть, подходит под любую горелку. То есть, или под такую, или под такую. На ультразвуке клеща обрабатываешь. А вы пробовали эффективно или нет? Ну, вот это? Да. Ну, вообще, весь цикл обработки занимает 20 дней. Поэтому, честно говоря, еще... Ну, и там же, по-моему, в каждую улью нужно, да? Да, на крышку улья, 5 сантиметров от рамок. И 60 евро стоил на Пимонде. 60 евро, да. Слушай, пока за 20 дней ты обойдешь всю пасеку, у тебя там первый уже заснутся. Если за всю пасеку купить, то это... Надо машину купить. Большой поставить на этот... Так, чтобы... Большой динамик. Я вот хотел с физиками разобраться, вот эту чистоту уловить и сделать самостоятельно. Я думаю, что она стоит 10 долларов и больше всего не даст. Ты сам испытывал? Хрень. В этом году попробуй. А на людях? На людях. Если посубить, то, что говоря, уже на мозг. Это, знаешь, надо его в медагонку посадить, закинуть эту штуку... И раскрутить, еще и включить, да? Тогда накроет. Все в грище посыпутся. Спасибо вам. Ладно, будем заканчивать. Выйдем на улицу, подведем итоги некоторые. Ну и будем, наверное, выдвигаться домой. Видите, ничего не это самое. А может, ты для наших подписчиков разобраться? Принцип работы. Проще, чем был в цепи. Да, распечатка схода. Распечатка схода. Берете рамочку, опускаете, достаете. Вот есть для нестандартных рамок. Вот они расширяются. Стандартная, наверное, если она толстая какая-то, да? Толстая, да. Или кривая, правильно? Да, да, да. То есть она, за счет резинки, сама подогрегает. Да, да. Постали, поставили. Специально для Украины дело. Как посмотрел, сколько у вас пасек. У нас сегодняшний вопрос. Да. Специально для вас. Поэтому, ребята, вот телефончики. Вот телефончики, да. Звоните. Заказывайте. Вот сайт. Да. А это у вас пасек? Почта, наверное, дороже... Чем товара, это однозначно. Почта будет дороже, чем товара. Почта будет дороже, чем товара. Это у нас пасек. Пока я не продаю, изучаю спрос, заключение спроса. В мае месяце мы обкатаем на пасеке, и после того, как у вас будет какой-нибудь. Ну, я пока... Как вас... Ну, вы пока найдете меня так, потом в YouTube меня найдете. С вашими пчеловодами знакомы. А как вас найти в YouTube? Миль Янков. Да, Миль Янков, Дмитрий. Спасибо. Миль Янков, я же что распечатал. но я да то есть скрывается в будущем кто нашел дело в том что не будет не теряет подогревают мёд он теряет свои свойства на украине очень много очень много имеет свойства кристаллизоваться но он очень хороший метод все это используют а австралийский он стоит бешеной давайте будем говорить мы сделаем для народа мы не стремимся переплюнуть Австралию заработки у нас не в австралийские деньги у нас не австралийские простые белорусские советские спасибо большое спасибо спасибо прошу снимать вот такой небольшой магазин то есть здесь в одном магазине продают и товары для пчеловодов и так же и так же продается пчелопродукция ну мы зашли тут стояла очередь 4 человека у нас у нас я таких очередей в магазинах не видел если честно то есть популярного товара продукты пчеловодства ну да вот улей от производства беларусь сделаны это ППУ или ППС ППС да пенополисированный 32 31 рубль повторяю умножаем на 13,5 получите гривну что медогонка о наша родная наша родная Дергачевская медогонка 400 рублей четырехрамочная цинковая поворотная у нас она стоит приблизительно 180 рублей на ваше перевозка ну перевозка понятно то есть так посмотрим еще здесь да в Беларуси намного все дороже де мари красиво семена упакованы сейчас секунду притесборник напись похожа да захват рамот 5 рублей это приблизительно 90 гривен вот такие временные где ты говоришь семена вот электропривод 280 рублей дорого а где ты говоришь семена смотри красивая упаковка семена дай нам улучшаться перепаковываться продукты пчеловодство мед свечки пыльца чаи прополис ну ладно вот такой вот красивый магазин мы нашли под конец поездки наша поездка на выставку в Солигорск подходит к концу подведем некоторые итоги начнем с плохого что не понравилось по поводу выставки первое это столкнулись еще в Украине не было никакой информации через по поводу этой выставки куда ехать когда будет во сколько начинается искал по всем белорусским сайтам только через сайт блокбортник или бартник как правильно не помню уже и то у них мне посоветовали с ними списаться и я через e-mail то есть получил эту информацию еще большой минус считаю для организаторов это платный вход и регистрация заранее выставки нужны для популяризации пчеловодства и товара для пчеловодства брать деньги с посетителей ну у нас в Украине это организовано по-другому у нас те кто выставляется платят арендные места и таким образом происходит окупаемость то есть все посетители которые туда пришли они заходят сюда бесплатно и им не нужно давать паспорт для подтверждения того что он пришел на выставку это свободное мероприятие я считаю должно быть и организаторам нужно подумать на счет этого второй момент это то что нам запрещали снимать выставку к нам подошел один из организаторов спросил кто вам разрешал снимать ну в Украине у нас таких вопросов просто нет у нас все понимают что любая трансляция на ютуб канале это бесплатная реклама для многих тысяч целевой целевой аудитории ну мы как бы сказали поговорили нам сказали что только с разрешения потом кто-то пропал и мы все равно без него поснимали на ихнюю конференцию мы не планировали идти возможно там какой-то был бы контент который ну за который необходимо было платить разрешение но думаю вряд ли мы на многих были собраниях ничего там секретного нету и наоборот если бы мы сняли это и выложили в ютуб опять таки это было бы бесплатное продвижение белорусского пчеловода еще хотелось бы дать пару советов тех кто первый раз едет в Беларусь из Украины тут я готовы к тому что есть здесь некоторые ограничения к которым мы не привыкли например здесь нельзя в Солигорске конкретно мы не смогли позавтракать до 9 часов все магазины открываются с 9 работают до 23 то есть очень будет когда едете в Беларусь берите с собой банковские карты здесь в принципе везде можно рассчитаться с ними и сразу при первой же возможности в любом банке обменяйте деньги если вам нужны наличные потому что в Беларуси нету так как у нас в Украине обменников на каждом углу здесь можно деньги поменять только в банке мы были на грани того что мы вообще без наличных останемся ничего не сможем приобрести на выставке но решили эту проблему тем что заехали в центральный банк и у них был среди 4 банкоматов был один который принимал карту виза вот и нам удалось снять какие-то наличные купить на выставке некоторые интересные штуки которые я думаю появятся скоро в нашем городе ну и для наших сограждан хотелось бы отметить что в Беларуси очень классные дороги ну не европейские я бы сказал но нашим еще до них далеко все дороги практически без ямочного ремонта все ну ехать даже в отдаленных местах где мы были в захолустьях да так сказать дороги прекрасные без ямок все чистенько убрано кстати у них очень мало здесь урн но у них чисто везде чисто наверное просто люди не приучены сорить ну и самое то что поразительное то что больше всего затронуло моего оператора это бензин по 18 гривен 95 бензин в Беларуси стоит всего лишь 18 гривен а не 30-32 как у нас на этом буду с вами прощаться с вами был Александр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до скорой встречи пока